Так, что мы включили? Вау! Если вы что-то покупаете в интернете и думаете как сэкономить, начните возвращать часть денег с покупок в онлайн. Зарегистрируйтесь в кэшбэк сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте EPN и совершать покупки как обычно. Кэшбэк будет начисляться автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. А также вы можете получать пассивный доход с чужих покупок. Регистрируйтесь в кэшбэк сервисе EPN. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Михаил. И сегодня мы поговорим про перфоратор Bosch GBH-226DRE. Прибор приходит вот по какому-то чемодану. Надо питьбос, как вы можете замерить. А с боков какие-то логотипы. Вот наклеечки какие-то. Я уже скрывал тут. И с этой стороны тоже какие-то наклеечки Bosch. Вот, 2,26 модель. Давайте откроем чемоданчик и посмотрим комплектацию. В комплектации у нас есть инструкция на английском и китайском языке. Вот, китайский язычок. Ну, я думаю, мы люди все умные, и нам эта инструкция вообще нафиг не сдалась. Поэтому сворачиваем и выкидываем. Так, сам перфоратор. Так вот он и выглядит. Есть ручка для удобства держать его. Также есть ограничитель глубины, который вставляется в перфоратор, чтобы задать определенную глубину сверления. И вот такой вот переходник для того, чтобы нам вставить сюда сверло. Вот так вот он крепится и вставляется в сам перфоратор. В чемоданчике у нас больше ничего нету. Убираем его. Сам перфоратор у нас предназначен для использования как в быту, так и на производстве. Перфоратор предназначен для создания отверстий в металле, дереве и других твердых металлов. В режиме сверления с ударом или долблением инструмент способен долбить отверстия в бетоне, кирпиче и керамике. А если переключиться в режим завинчивания, инструмент превращается в обычный шуруповер, который можно скручивать в саморезы. Также перфоратор имеет реверс, то есть вперед-назад, и кнопку блокировки включения. То есть мы ее зажали, все, у нас блокируется, можно уже не держать. Все отщелкнулось. Лес данного перфоратора 3,2 кг, он снабжен двигателем 800 Вт. Вот это мы можем заметить, 800 Вт. Энергия удара у него 3 джоуля и частота удара в минуту 4000, что делает его отличным убийцей бетона и кирпича. Универсальный патрон SDS Plus позволяет закрепить зубило. Таким вот образом. Так, все закрепили, он не вылазит. Вытаскивается очень просто, тягиваем назад и все, он вытаскивается. Также вот эта насадочка, также можно туда прицепить. Все, вставили, все держится. Также вытаскивается. Так, давайте подключим наш перфоратор к сети и проверим все его функции. Самым популярным режимом большинства перфораторов является режим сверления с ударом. Вот он стоит, сверление с ударом режим. При котором рабочая оснастка получает одновременно оборотные и поступательные движения. Таким образом, дело отверстия в твердых материалах. В режиме удара, долбления. Вот режим удара, переключили долбление. Оборотные движения рабочего элемента отсутствуют. Остаются только ударные. И наш перфоратор превращается в отбойный молоток, способный нарушать кирпич, камень и монолитные стены. А в режиме завинчивания, переключаем режим. Вот, значок завинчивания. Инструмент превращается в обычный шуруповерт, который можно вкручивать в саморезы. Также производители рекомендуют для надежной и долговечной работы инструменты максимально рекомендуемые диаметры сверления для данного перфоратора GBH-226DRE. Это по дереву 30 мм, по металлу 13 мм и по бетону 26 мм. Вот этот данный бур у меня на 8 мм идет. Сейчас мы, кстати, его протестируем, как он сверлит в кирпичных стенках. И плоское обхлотно также можно использовать до 68 мм. Кому интересно, то данный перфоратор я купил на сайте Озон, что позволило мне сэкономить достаточно неплохую сумму денег. Так что я всегда пользуюсь кирпич-сервисом EPN. Ссылку на перфоратор оставлю в описании. Кому интересно, зайдите и посмотрите, какие там в данный момент цены на инструменты. А теперь давайте вставим бур и протестируем, как он делает отверстие в кирпичной стене. Ну вот я и переместился к стене. Теперь давайте переводим наш режим сверления и голубления. И посмотрим, как он сверлит нам отверстие. Начинаем. Все у нас замечательно. Здесь в районе 10 см. Буквально за 20 секунд он мне продолбил. Типичная стена очень хорошая. Это не то, что нынче строят. Этому дому уже более 120 лет. Поэтому стены здесь полметра. Данный перфоратор хорошо справляется. Кто хочет такой же себе перфоратор или же понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал и до новых встреч. Пока. Кто еще не знает, я купил участок за городом, где собираюсь строить каркасную баню и не только. Есть видео, как я выбирал и получал документы, как подключить свет на участок и тому подобное. Кому близка или интересна эта тема, прошу вас перейти на мой второй канал. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok